друзья привет я продолжаю свой гайд по моду индастриал крафт экспериментал и сегодня хочу вам рассказать про броню которая появляется в этом моде во первых здесь появляется такая интересная штука как прибор ночного видения если мы сейчас наденем активировать его соответственно можем комбинации я потом в описании укажу комбинацию мод свечки и еще вот эту кнопку раз соответственно нас активируется режим ночного видения но как видите у нас слепота дело в том что вот это вот этот прибор ночного видения он работает в основном только в шахтах либо при очень низком освещении вот давайте куда-нибудь шахту сейчас попробуем телепортироваться например сейчас себе выкопаем шахту ну тут кстати достаточно темно давайте можно в шахту куда-нибудь зарыться пожалуйста вот если я полностью изолирован до цвета в темноте у меня как бы ночное видение работает просто великолепно естественно с течением времени емкость вот это расходуется и нужно будет этот прибор снова заряжать но для шахты это просто идеальный вариант мне кажется очень крутая штука далее значит в этом моде есть так называемого нано броня нано шлем нано кираса нано поножи и надо ботинки вот давайте наденем соответственно вот как это выглядит достаточно интересно здесь также можно активировать режим ночного видения вот она и был и давайте куда-нибудь телепортируемся может назад чтобы посмотреть получше ну вот как то как то так у нас это броня выглядит достаточно прикольно причем если у вас полностью заряжена эта броня она может хорошо поглощать урон если не ошибаюсь на на ботинки могут до 13 блоков высоту поглощать урон полностью нано кираса что-то в диапазоне 125 ударов может поглощать вот но не забывайте самое главное и заряжать с она не заряжена она полностью бесполезно вот ну в отличие от другой брони она хотя бы не ломается ее просто нужно заряжать периодически дальше соответственно броня есть квантовая это уже более продвинутая полностью заряженная квантовая броня дает вам практически неуязвимость то есть может даже в лаве попала поплавать можете там на пвп сражаться пока вас там каким-то супер мощным мечом не долбанут вот и пока у вас заряжена эта броня вы практически неуязвимы вот то есть не забывайте самое главное заряжать у нее достаточно большая емкость там по 10 миллионов у каждого соответственно элемента поэтому хватать должно по идее на долго кроме того она дает опять же определенные преимущества квантовый шлем также можно включать в режим ночного видения плюс квантовая кираса именно в версии экспериментал стала давать возможность полета так это комбинация вот у меня здесь вот это это но я в описании тоже укажу какие кнопки на нажимать хоп quantum jetpack enabled я соответственно могу летать еще можно переключаться в режим парения тоже укажу этого в описании вот раз я выключу куда-нибудь под летаю например вот я отключил режим парения падаю если например зажимая пробел мощь свечки я нахожусь режиме парения то есть он так вот медленно опускается парит прикольно так и надо отключая коп я упал и выключая соответственно режим полета чтобы не расходовать много энергии по идее значит еще у нас вот этим квантовый пол уже дают ускорение вот мы быстро двигаемся если дважды нажать вперед вот мы соответственно быстро перемещаемся здорово еще соответственно здесь должен быть прыжок я честно говоря так и не разобрался как его активировать на 9 блоков там написано control надо зажимать но у меня почему-то не работает вот если разберетесь то соответственно пишите в комментариях так далее давайте рассмотрим что у нас еще интересного здесь какие виды брони появляются на обращаю внимание что вот нано броня и квантовая больше всего дают эффективность именно когда полностью собранный комплект по отдельности соответственно эффективно снижается кроме того в этом моде появляется такая вот значит броня как не знаю физика ядерщика можно сказать шлем акваланг да кстати вот это квантовый шлем он еще нас питает едой еще дает по под водой дышать пока есть заряд тоже классно как мне кажется то есть воспитает едой вам не нужно питаться шлем акваланг защитная куртка защитные полно железиновые ботинки если полностью собран этот комплект то вам не страшно радиация вот кроме того шлем акваланг позволяет вам плавать под водой то есть этот полный комплект позволяет еще плавать под водой при условии что у вас есть вот такие вот в инвентаре капсулы с воздухом вот а капсулы с воздухом делаются в компрессоре из пустых капсул просто то есть если у вас есть такие вот капсулки с воздухом такой вот комплект можете под водой спокойно плавать пока воздух не закончится тоже прикольная штука еще здесь добавляются такие вот ранцы а энергетические самый простой аккумуляторный более продвинутый это продвинутый аккумуляторный ранец энергетический ранец улучшенный мультиранец и совершенный мультиранец ну если не ошибаюсь совершенно мультиранец это уже из дополнения и улучшенный вот эти вот в принципе в стандартном есть industrial craft экспериментал их предназначение просто банально хранить энергию вот если допустим вы берете какой-нибудь бур например прибор ночного видения идете в шахту вас энергия будет тратиться достаточно быстро то есть много вы не прокопаете просто с таким вот запасом если вы возьмете с собой энерго ранец то из-за запасетесь энергией соответственно вам гораздо проще будет в шахте копаться поэтому рекомендую если вы начинающий игрок соответственно пользоваться например таким вот комплектом прибор ночного видения какой-нибудь бур взять и какой-нибудь ранец энергетический и тогда уже как бы вам будет намного комфортнее добывать ресурсы есть еще в этом моде такие вот реактивные ранцы электрический реактивный ранец еще есть реактивный ранец который запитан топливом честно сказать таким никогда не пользовался вообще не знаю зачем он ну конечно можно как бы топливо производить возможно для вас это просто будет интересней чем просто электричеством ну чаще всего игроки покупают вот такие вот электрические ранцы и на них спокойно летают вот то есть это как альтернатива то есть если вам вы до квантового еще не доросли да как бы не хватает ресурс потому что там есть и риди который достаточно дорогой ресурс можно вот как альтернативу использовать электрический реактивный ранец он тоже позволяет летать не очень удобно потому что он как резко падает то есть нужно аккуратно с ним но тем не менее вот есть еще улучшенная версия его но если не ошибаюсь это тоже уже из дополнения вот об этом я на на следующих видео расскажу вот собственно и все что как бы какую броню дает очень много преимущества классная броня все вообще обожают эту квантовую броню вот но в в дополнениях к этому моду еще более крутая есть это соответственно лучше на 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 кераса и гравитационный нагрудник но об этом я расскажу соответственно когда буду рассказать про соответствующие дополнения спасибо за просмотр если вам это видео было полезно ставьте лайк подписывайтесь жмите на колокольчик чтобы новые видео не пропускать пишите в комментариях чтобы вам еще интересно было бы увидеть послушать вот жду вас следующих видео спасибо за просмотр пока